На пути Украины в Европейский Союз обретает актуальность вопрос владения иностранными языками. Государственная служба занятости Украины и социальный проект изучения английского языка LingvaSkills запустили совместную образовательную инициативу – онлайн-курсы английского языка. О целях программы, первых успехах, а также общем уровне владения иностранным языком среди украинцев сегодня поговорим с Марией Богуслав, заместителем директора Института модернизации содержания и образования МОН. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Давайте начнем наш эфир сегодня с цифр. Вот есть определенная статистика, которую мы сегодня нашли вместе с нашими редакторами. Оказывается, 89% опрошенных украинцев учили английский язык, учили второй иностранный. Но только 18% из них могут более-менее общаться на этом языке. Если обратиться к статистике по Европе, по Европейскому Союзу, то в большинстве странах люди знают по два иностранных языка и совершенно спокойно говорят на этих языках. Вот почему у нас такая ситуация? Неужели украинцы глупее, чем люди, которые живут в Европе, в Нидерландах, в Швеции, ну и в других городах? Ну, очень правильно начинать именно с такого вопроса статистики, потому что и правда у нас очень низкий уровень владения по сравнению с европейскими странами, даже по сравнению с постсоветскими странами. Например, Грузия, которая в свое время сделала упор именно на образовательную политику изучения английского, сейчас намного опережает владению молодыми людьми английского языка. Где-то полтора года назад в Грузии я заметила вот такую тенденцию, что подростки и люди, которым там 25-30, они на русском практически не говорят, они говорят на английском больше. Абсолютно верно, потому что это была именно национальная политика, государственное введение иностранного языка, подготовки качественно преподавателей этого языка, ну в данном случае английского в Грузии. Вот мы хотим пойти по такому же пути и уже, в принципе, вступили на этот путь, идем несколькими этапами. Вначале, конечно, это должна быть и образовательная политика, но учитывая то, что Украина намного больше, чем Грузия или даже любая европейская страна, у нас, конечно, в этом плане и случаются сложности, потому что 17 тысяч школ, там 500 тысяч учителей, из них там часть только преподает английский. И даже я вам скажу, что по статистике только 10% учителей английского сами могут полноценно говорить и владеть на нем на вот... Но вот это тогда проблема в системе образования или это проблема в личной мотивации выучить язык? Ну, конечно, и проблема в личной мотивации, хотя очень много сейчас людей, которые действительно понимают, что английский является неотъемлемым качеством и навыком для достойной работы. Сейчас на законодательном уровне, вы знаете, с 2018 года английский на уровне B1 станет официальным признанным навыком для поступления на госслужбу. Сейчас также до уровня B1 знание английского необходимо для кандидатов и докторов наук, чтобы защитить диссертацию. То есть сейчас ввели английский в ранг как бы официальные требования, соответственно, это многих госслужащих и там Освитян или Науковсев подстегнуло к тому, что его надо изучать. Люди, которые, соответственно, там даже вот вы говорили про службу занятости, соответственно, стоят в службе занятости на учете или просто ищут достойную работу, без английского они, конечно же, сейчас никуда. Вот, тем более очень важно знание языков именно среди госслужащих, потому что адаптировать европейское законодательство, вообще смотреть, следить за новинками и первыми как бы реформы вот эти внедрять западные у нас в Украине. У нас у госслужащих всегда есть миллион помощников, которые знают английский язык, которые делают эти все законы, пишут. Ну, на самом деле их, к сожалению, не миллион, как правило, это там 2-3 вообще здравомыслящих человека, которые действительно составляют команду, вот такое ядро реформаторское сейчас в министерствах, ну не 2-3, хорошо, там десяток, но это не миллион людей, увы. И вот вы говорили о мотивации, к сожалению, даже госслужба, люди, получающие невысокую зарплату, все знают, что зарплаты госслужащих в Украине могли бы быть выше и лучше, соответственно, перед ними никогда не стояла задача знать английский. В основном это была документационная работа, а сейчас, когда речь идет о реформаторских командах, каком-то новом подходе в менеджменте госслужбы, конечно, без английского никуда. И в том числе и главной одной из целевых аудиторий проекта Lingua.ua, Lingua.skills, вот о котором мы говорили, сайт Lingua.ua, являются как раз в первую очередь госслужащие. Ну, мы сегодня еще поговорим более детально о проектах, об этой инициативе. Вот я бы еще хотела сакцентировать внимание на том, что 2016 год, он объявлен годом английского языка, насколько я помню. Петр Порошенко об этом говорил, заявлял. И также он говорил о том, что намерен ввести английский язык как второй рабочий в госучреждениях, насколько я помню. Если я не ошибаюсь, то вот Могилянка как-то пользуется такой инициативой, у них тоже на английском языке ведется документация. Вот насколько это решение правильным является и насколько оно может быстро воплотиться в реальность в Украину, в Украине? Ну, точно не быстро воплотиться, потому что, конечно, это создает дополнительный лишний, ну, по моему мнению, лишняя нагрузка. У людей должна быть другая мотивация. Когда их заставляют этот же документ переводить на английский язык, хотя он, в принципе, может и не нужен на английском языке. То есть у нас и электронный документооборот вводится достаточно тяжело, потому что приходится дублировать документы бумажные, электронной версии. Вот такими способами, мне кажется, нельзя. Вот проводить правильную информационную кампанию, разъяснительную, и вводить это как некие неотъемлемые условия для поступления в госслужбы или продвижения, это как бы да. Но заставлять всех людей, которым, допустим, не всем нужен английский язык, объективно, допустим, в министерстве. Да, есть категории людей, которые занимаются узкой своей работой. Конечно, английский им нужен для расширения сознания, для получения какого-то нового опыта. Но дублировать, например, документацию я бы не стала. А вот с 1 октября 2015 года было такое заявление о том, что люди, которые хотят занимать руководящие должности в администрации президента, должны владеть английским языком. Возможно, у вас есть какая-то информация по этому поводу, действительно ли все те люди, которые сейчас являются руководителями, занимают руководящую должность в администрации президента, могут совершенно спокойно изъясняться на английском языке. Что-то поменялось с 1 октября 2015 года? Я знаю, что вот тот закон о государственной службе, который вступит в силу с 2018 года, вот там прописано, ну не только для администрации президента. Администрация президента просто на базе этого как бы нововведения, на базе этой реформы, они сделали внутреннее распоряжение чисто для себя. Но на уровне всей Украины, на уровне всех ведомств, центральных аппаратов и структурных подразделений это вступит в силу с 2018 года. И то я, по-моему, даже ошиблась, там не до Б1, а А1А2. То есть это, в принципе, элементарий уровень, уровень простого языка, который даже не предполагает свободное общение. Поэтому, конечно, я бы даже усилил до Б1, например, вот как для осветян, для тех, кто защищает диссертацию, там именно до уровня Б1. С дубовачим происходит. Да, да. Там именно до уровня Б1 это уже полноценное знание, которое позволяет и поехать человеку не только документацию читать или статью, какую-то заметку. Я бы даже сказала, что может быть и выше, потому что все-таки, когда ты защищаешь диссертацию на экономическую тематику, то ты должен понимать, о чем идет речь. И они еще должны, между прочим, не просто знать и принести сертификат, они еще должны написать до 10 статей в англоязычных изданиях. Это намного сложнее. Так хорошо, что я защитила диссертацию в 2014, по-моему, году. Я еще проскочила. Окей, вот у нас есть несколько вопросов от нашего медиапартнера, интернет-издания-обозревателя. Они спрашивают, как Министерство образования планирует стимулировать изучение английского языка? Ой, хороший вопрос стимулировать. Потому что стимулировать учителей и госслужащих, самый верный способ, это, конечно, финансовая стимуляция. Но, вы знаете, в условиях экономии средств, в условиях ограничения дополнительных и невозможности создать дополнительных финансовых программ, которые бы позволяли это стимулировать, это делать сложно. Поэтому, чем мы занимаемся? Мы, допустим, просто стимулируем их на уровне такого внутреннего, внутренней мотивации. Например, на сайте Lingua.ua мы изначально задумали систему рейтинга. То есть, как только работодатель, точнее, даже не работодатель, а, например, руководитель органа, госоргана, он точно может в системе следить за проактивностью и успешностью в обучении английского своих сотрудников. Один из критериев успешности, один из критериев самообразованности и стремления человека быть лучше, это как раз критерий самообразования. Мы уже, я так понимаю, по чуть-чуть переходим к проекту, который запустил LinguaSkills и Госслужба занятости Украины. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и потом перейдем к этому проекту. Так, Мария, перед тем, как мы поговорим о проекте, еще несколько вопросов от интернет-издания «Обозреватель», есть такой вопрос. Будет ли введено обязательно изучение английского языка в детских садах? Мне кажется, это было бы логично и очень здравое решение, но, и, конечно же, все родители были бы, по-моему, довольны о том, чтобы какие-то элементарные знания, Apple, Carrot и разные слова хотя бы элементарно прививали. Но, опять же, проблема, кто будет обучать тех, кто будет обучать этому детей. То есть преподаватели должны сами хоть элементарными знаниями владеть, соответственно, должны дальше передавать это детям. А вот есть какая-то статистика по владению английским языком среди учащихся? Ну, я лично такой статистикой не владею, и, может быть, и отслеживали, но там в Украине 3,7 миллиона школьников, там 1,7 миллиона студентов, соответственно, там можно как-то делать выборку, да, и правильно это проводить исследование. Я не знаю такого официального исследования, который бы это, ну, который бы отслеживал. Так, переходим уже непосредственно к проекту. Давайте уточним, кто его организовал, потому что я так понимаю, что я говорю что-то не то. Ну, на самом деле, все очень просто. Это общественная инициатива, есть такой проект Академия навыков. Это социальный онлайн образовательный портал, который там тоже в свою очередь, в свое время мы там несколько лет назад запускали. И сейчас эта команда, которая создавала Skills Academy, сейчас создала LingvaSkills. Мы подписали службы занятости, это наши одни из основных партнеров, потому что также мы подписали меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки, по которому 500 тысяч учителей могут уже обучаться на этой платформе. Со службой занятости мы подписали меморандум об обучении одного миллиона безработных, там, а то ветеранов, членов их семьи. Ну, все, кто вот, ну, можно отнести к категориям там слабозащищенных, также могут обучаться бесплатно и, как и все остальные. Я так понимаю, и дети, и члены семей, да, могут... Да, но они, как по процедуре, да, почему мы пошли сейчас через формат госорганов в сотрудничестве с ними запускаем, потому что нам, допустим, конкретно по каждому человеку тяжело отследить, там, является ли он там преподавателем, или является ли он там воином АТО, или там подтвердить свой статус там безработного. Все-таки мы хотим сделать этот проект социальным, абсолютно бесплатным и направленным исключительно, ну, для начала на эти категории людей. Поэтому, как бы, госслужба занятости и другие госорганы в данном случае нам выступают неким гарантом подтверждения, что эти люди действительно или работают в этих госорганах, или связаны, ну, имеют там определенный статус социальный, и что им позволяет бесплатно у нас абсолютно обучаться. Как работает платформа? Платформа состоит из уроков, мы их называем навыками, ну, потому что, в принципе, каждый элемент грамматической конструкции где-то это тоже навык. Каждую форму грамматической конструкции можно тремя видами упражнений подтверждать. Соответственно, каждый шаг человека на сайте, он записывается, ему дополнительные баллы. Соответственно, эти баллы пишутся в рейтинг, и платформу обмануть нельзя, да, то есть не может чиновник посадить своего там сына или еще какого-то, как говорите, из армии его помощников, чтобы за него проходили. К сожалению, так не получится, потому что, ну, иначе ему просто надо будет там просидеть 6 месяцев и отвечать на задания вместо этого человека. Такие, как правило. А вот как сам процесс обучения? Это какие-то видеоуроки, это вот уроки, которые встроены в платформу, я даже не знаю, как это назвать. Просто есть там, например, вот есть у нас слово, переведите его, вот это слово означает тот, это вот так вот вы его используете. Мы пошли путем разговорного английского в первую очередь. То есть у нас сейчас А1, А2, ну, как бы первый модуль, да, и Б1. Вот сейчас мы загружаем контент для уровня Б1. Это абсолютно грамматические, все это грамматические конструкции, то есть лексика, соответственно, она включена туда, и каждую грамматическую конструкцию, на нее есть там 100 однотипных, как бы, фраз, да, каждую грамматическую конструкцию, тремя видами упражнений можно подтвердить, в том числе и аудирование. Видеороков нету, и в принципе на этом уровне по нашей методологии они как бы не нужны. То есть наша задача в первую очередь, ну, там, дать человеку некую веру, силу, что он что-то знает, и он действительно может дальше обучаться, ведь у нас на самом деле, как вы правильно сказали, 89% учили чего-то в школе, да, какие-то базисные знания есть, их надо просто достать. Проблема в том, что мы как собачки, простите, да, мы понимаем, но сказать не можем. Достать их надо из головы, и это очень важная проблема, и многих даже онлайн или оффлайн курсов, человек не может пойти туда, потому что у него психологический барьер. На нашей платформе каждый его успешный шаг, а он не может быть неуспешным, потому что рано или поздно он на это упражнение, там, тут подставить слово, тут поменять местами в правильной последовательности. То есть рано или поздно он его выполнит, там, кому-то надо минуту, кому-то 10 секунд, но он будет… А вот если он не выполняет это упражнение, я так понимаю, что он не переходит на следующий уровень, правильно? На следующий упражнение он не переходит. Да, то есть у нас такой вот степ-бай-степ, и человек оттачивает каждую конструкцию грамматическую отдельно. Ну и, соответственно, там, выполняет урок за уроком. Вот у нас уровень А1-А2 – это 150 уроков, то есть 150 грамматических конструкций, которые человек за 3-4, там, сколько кому надо времени, может, за полгода может выучить. При том, что очень важно, у нас нет абсолютно привязки к какому-то конкретному времени. Ну, как обычно, там, урок, онлайн-курс начинается, там, 15 сентября, да. Ну, то есть любой и в любое время для себя удобное, да. Нет, групп уровень такой, уровень такой, уровень такой. Нет, абсолютно. Мы, опять же, мы при входе человека на платформу, при регистрации ему предлагается тест, который тестирует его первичный уровень, и кое-какие уроки ему уже там с каким-то количеством баллов зачисляются. Вот это как тоже внутреннее стимуляция человека. Сейчас скажите, как правильно называется платформа, чтобы просто… Платформа называется LingvaSkills, а сайт lingva.ua. Легко запомнить, и его, в принципе, можно уже легко найти в интернете. Так, еще у меня был вопрос. А вот с момента начала этих курсов, кто больше всего регистрируется, и у кого больше всего получается, скажем так, учиться и как-то демонстрировать свои знания? Ну, это госслужащие, это люди, которые воевали, это детки, насколько я понимаю, детки тоже могут, да? Пока что нет. Ну, мы сейчас, сейчас расскажу, мы как бы, так, идем же постепенно. На самом деле, платформа, она же еще совсем молодая, да, мы ее запустили, если не ошибаюсь, там в конце мая, только вот была первая презентация. И мы так, степ-бей-степ, вначале отточили ее на управление Киева, а потом на Министерстве юстиции, потом перешли в систему образования, потом по чуть-чуть начали подключать и другие госорганы. Сейчас у нас на платформе около 40 госорганов, при том, все практически центральные аппараты, ну, в полном составе именно подписались, ну, а дальше уже по системе, как бы, ну, можно отследить, кто более успешный. У нас ведется еще внутренний рейтинг по каждому госоргану, между госорганами. Ну, давайте сейчас мы про рейтинги, мы уточним, но сделаем небольшую паузу. Да, хорошо. Это программа «Что происходит?». Обсуждаем мы новую образовательную инициативу, онлайн-курсы английского языка, и как раз мы перешли к рейтинговой системе, вот так вот я ее назову. То есть как вы выставляете рейтинг, как это получается? Ну, на самом деле рейтинг является главной составляющей всех наших образовательных платформ, и в этом наша уникальность от многих других онлайн-курсов, которые есть не только в Украине, даже в мире. То есть мы как бы все время разрабатываем технологии, которые бы, вот это та внутренняя стимуляция, внутренняя мотивация для каждого человека, мы нашли как бы такой инструмент. В данном случае на платформе Lingua.ua, Lingua.skills, ведется рейтинг проактивности и успешности. Там считаются два критерия, там есть определенный алгоритм, сопоставляет, сколько уже пройдено уроков, затрачено на них времени. Или можно, например, по госорганам сделать такой рейтинг. Конечно, у нас считается образовательная траектория, скажем так, каждого человека. Соответственно, мы видим, кто максимально проактивен и более успешен. Кто лидирует? Вот очень интересно. Сейчас мы отобрали, мы еще хотим этот инструмент использовать как инструмент отбора тех людей для тех оффлайн-курсов, которые сейчас есть. Вы знаете, очень много сейчас проводят British Council, Go Global, оффлайн-курсов, именно обучение, там 7 месяцев уже для тех людей, которые действительно хотят. Ну, в чем проблема? Очень много людей подписывается в начале, до конца доходят единицы. Тем более, это все в основном для Киева, для центральных аппаратов. В регионы мало кто спускается. А много оттока было? Ну, вообще, да. Особенно у наших людей, ну, это, к сожалению, правда, то, что бесплатно дается, да, как правило, не ценится. Заплатил деньги, а потом сделаю. Вот. Ну, в общем, поэтому, такое отношение. Поэтому мы хотим через этот инструмент отобрать тех, которые действительно, ну, доказали свою мотивацию к изучению. И, соответственно, они уже более мотивированы. И, соответственно, меньше процент будет вот этот дропаут эффект. Да, и у нас сейчас 36 человек первые попали уже в оффлайн-программу. Это программа с университетом Шевченко, которая поддерживает, ну, при содействии офиса НАТО в Украине, программа, которая, там, системно обучают на протяжении года. У них, там, за год проходит 570 госслужащих. Вот 36 уже пойдут из Lingua.ua, из платформы, как самые мотивированные. Ну, все-таки, какой госорган самый активный? Ну, сейчас юстиции, ну, да, понятно, рекордирование. Да, на них поставлена, как бы, задача имплементировать европейское законодательство, поэтому и в первую очередь нужно, да, потому что читать оригиналы документов. Вот, активно сейчас начали подключаться облдержадминистрации. Вот, зашла буквально на днях Донецкая облдержадминистрация. Сейчас Киевская область зашла буквально вот тоже вчера в Фейсбуке. Я так понимаю, что вы вот будете расширять на все областя Украины, и все желающие смогут присоединиться. Абсолютно, да. Мы просто не хотели сразу, ну, сразу отсылать там письма, предложения всем госорганам. Ну, опять же, потому что там первый месяц, второй тестировали платформу, собирали фидбэки, чуть-чуть там меняли кое-что. Поэтому и система живущая, и она дальше будет развиваться. Вы спрашивали насчет лексики. У нас есть буквально минутка. Сейчас мы дорабатываем инструмент по обучению профессиональной лексики тоже. Там тоже специальные технологии адаптированного обучения. Вот, из госорганов также министерство образования, например, все там 350 штатных единиц центрального аппарата тоже у нас зарегистрировало. Ну, так вот по чуть-чуть обучаем. Давайте на этом мы остановимся. Огромное спасибо, что сегодня были у нас в гостях, рассказали про эту инициативу. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что в очень короткие сроки сначала все работники госорганов заговорят у нас на английском, ну, а потом и все украинцы. Спасибо вам. Это была программа «Что происходит» в эфире Черноморской телерадиокомпании. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин